Всем здорова! Мы привыкли прокладывать маршруты в два клика, определять свое местоположение с высокой точностью и даже не представляем, какая удивительная технология кроется за всем этим. В ней человечество с успехом применяет невероятные достижения науки и техники. Для работы спутниковой навигации требуется понимание теории относительности, высокоточные атомные часы, огромный космический флот спутников и невероятно сложные математические вычисления, произведенные за тысячные доли секунды. Сегодня я расскажу вам, как все это работает, но сначала хочу поблагодарить компанию BQ за помощь, оказанную при создании данного ролика. Этот испанский бренд известен по смартфонам Aquaris, производитель очень близок по духу каналу, ведь BQ это компания с образовательной миссией, она постоянно стремится к инновациям, причем не на словах, а на деле. BQ первыми в мире выпустили смартфон и планшет на Ubuntu, производили девайсы на Cyanogen и участвовали в программе Android One. А еще первыми в мире выпустили на рынок смартфон на европейской геонавигационной системе Galileo. На данный момент в мире существуют только две глобальные системы геопозиционирования, которые позволяют производить навигацию с высокой точностью в любой точке нашей планеты. Это американская GPS, у которой 31 спутник на орбите, и российская GLONASS, у которой 27 аппаратов. Помимо GPS и GLONASS вы могли слышать и про Galileo, это совместный проект спутниковой системы навигации Европейского Союза и Европейского космического агентства, то же самое, что и GPS, по сути, только европейский. Также есть и китайское Beidou, это почти то же самое, что и GPS, только китайский. Но Beidou и Galileo пока лишь на пути к тому, чтобы стать глобальными, жители всего мира могут свободно использовать их спутники для увеличения точности навигации. На данный момент у Galileo на орбите 11 спутников, 6 ведутся в эксплуатацию в ближайшее время, и к 2020 году на орбите будет банда Galileo из 30 европейских аппаратов. У китайской Beidou 21 рабочий спутник уже на орбите, и к 2020 году их станет 30, а еще через несколько лет – 35. Но зачем нам две системы глобального позиционирования уже сейчас, и еще две в перспективе? Ответ прост – военное применение. Изначально обе системы разрабатывались под нужды армии. Они и по сей день продолжают оставаться под контролем военных ведомств США и Российской Федерации. Ну а другие страны не хотят быть зависимыми от локальных политиков и так перестраховываются. Novstar – именно так изначально называлась GPS. Разрабатывалась она в разгар холодной войны в начале 70-х, и только к 93 году было принято решение предоставить GPS для гражданского использования, но с ограничением точности в 100 метров. На данный момент ограничения давно сняли, и сейчас система благодаря новым спутникам GPS IIF может похвастаться точностью в 60-90 сантиметров. Первый же спутник GLONASS вывели на орбиту в 1982 году в СССР, а в декабре 1995-го система была доведена до полного штатного количества из 24 спутников. На данный момент точность позиционирования равна 1,4 метра, а к 2020 году ее планируют повысить до 60 сантиметров с дальнейшим доведением до 10 сантиметров. В итоге от такой гонки вооружений мы с вами сейчас – простые пользователи лишь выигрыши. Принцип работы всех спутниковых и навигационных систем по сути один и тот же, что позволяет производителям комбинировать поддержку разных систем для более высокой точности. То есть любой смартфон, планшет или GPS-навигатор может использовать одновременно как спутники GPS, так и GLONASS. Принцип работы навигационных систем в общих чертах можно описать так. На орбите летает группа спутников, которые по сути являются летающими сверхточными атомными часами с антенной и солнечной батареей. Они излучают радиосигнал, в котором содержится точное время. Этот сигнал движется к приемнику со скоростью света. В качестве приемника может быть, например, смартфон, планшет или GPS-навигатор. Внутри смартфона есть процессор. Мобильный процессор сегодня отвечает не только за вычисления. В него могут быть впаяны и блоки для обработки изображения, оперативной памяти и многое другое. И одной из таких частей мобильного процессора является модем. Он отвечает за прием сигнала от вышек сотовой связи, Wi-Fi, Bluetooth и многого другого. Иногда модем может не являться частью процессора, а быть отдельным чипом на плате. Это, с одной стороны, плюс, потому как в случае поломки его можно будет просто перепаять, а не менять всю плату. Но, с другой стороны, это менее надежно, и расположение отдельным элементом более подвержено поломке. Когда приемник, то есть модем в смартфоне, получает сигнал от GPS-спутника, он сопоставляет время, отправленное спутником, и свое время, после чего вычисляет разницу. Таким образом, зная скорость сигнала и время, понадобившееся на его прохождение, приемник вычисляет, на каком расстоянии от него находится спутник. Имея три набора данных от трех разных спутников и зная их точное положение на земной орбите, можно вычислить координаты приемника. Спутники двигаются на постоянной орбите с постоянной скоростью, и их координаты в каждый отрезок времени известны с высокой точностью. Эти данные собраны в таблице, которые называются альманахом. альманахом. Такими таблицами обязательно должен располагать любой спутниковый приемник до начала изменений. В случае смартфона альманах хранится в прошивке радиомодуля. Кстати говоря, китайцы могут запрограммировать в смартфоны для внутреннего рынка альманахи, в которых нет информации о спутниках, не летающих над их территорией. В итоге такие смартфоны будут ловить очень мало спутников за пределами Китая. Лечится это программно перепрошивкой радиомодуля. Имея хотя бы три набора данных с трех разных спутников, можно определить местоположение приемника. Но для более высокой точности и для исключения ошибок в качестве подстраховки всегда используется набор из четвертого спутника. Но четыре спутника — это не предел, а лишь минимальный набор. Чем больше спутников может видеть смартфон, тем быстрее и точнее он определит свое местоположение. Поэтому производители чипов внедряют в свои продукты поддержку максимального количества навигационных систем. Кстати, определить, сколько именно ваш смартфон видит спутников, довольно просто. Достаточно из PlayMarket скачать программу GPS-тест. Если ваш смартфон за короткое время видит много спутников, то можете считать, что ваш смартфон хорошо принимает спутники от GPS. В современных смартфонах практически по дефолту имеется поддержка GPS, GLONASS и Beidou. В последнее время к этому списку все чаще добавляют европейскую Galileo. Благодаря этому современные смартфоны могут брать информацию о местоположении с разных спутников всех доступных систем навигации сразу, консолидировать эту информацию и выдавать пользователю наиболее качественный и точный результат. Но навигация в смартфоне не ограничивается использованием только спутников GPS. Чтобы повысить точность и скорость навигации, часто используются дополнительные данные с высших сотовой связи. По ним устройство определяет свое местоположение с точностью от 200 метров до полутора километров и после чего подгружает из сети данные о том, какие спутники в данный момент времени находятся в этом районе и уже зная это, более эффективно и целенаправленно принимает их сигнал. Ну и на этом, пожалуй, будем заканчивать. Если вы поняли, как работает GPS и вам понравилось смотреть подобное видео, и вам даже захотелось поддержать канал и его автора, то просто поставьте под этим видео лайк, подпишитесь на канал и мой инстаграм, вступите в группу и потекайте по ссылкам в описании, посмотрите, чего там производит BQ. Всем спасибо за внимание, всем пока!